Ом Ти Ви Юэй про Головне. В феврале в Москве впервые был официально отпразднован Новый год по китайскому календарю. Химия упрощилась, в конце концов. У собирателя земель что-то пошло не так. Путин фактически подарил Китаю российский Дальний Восток. Мой друг и представитель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Китайская политика – это бесконечный путь хитрости. Эти слова более двух с половиной тысяч лет назад написал великий стратег Сунь Цзы. Учитывая это утверждение взаимодействия Москвы и Пекина по поводу территориальных проблем, представляет столкновение китайской долгосрочной рефлексивной системной стратегии и абсолютно непродолжительной конъюнктурной российской тактики, результат которой предопределен заранее. Никакого счастья сотрудничество с Китаем России не принесет. Китай будет здесь продавать свои товары, пока у россиян будут хоть какие-то деньги. Кончатся деньги, товары продавать не будут. Никто не будет здесь внедрять технологии, создавать какие-то мощные предприятия. Да нет, этого и не будет. В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь до Томской области – это временно потерянные китайские территории. А в книжных магазинах КНР можно приобрести географические карты, на которых русские территории, в частности Восточная Сибирь, Приморье и Сахалин, показаны как будто бы принадлежащие Китаю еще со времен первой династии Цинь, то есть с третьего века до нашей эры. И это не просто пропаганда, а воссоздание национальных архетипов. Об этом в свое время говорил и Мао Цзэдун. Россия захватила слишком много земель. Более ста лет назад она отрезала земли к востоку от Байкала, включая в частности Бали, Хабаровск, а также Хайшинвей, Владивосток и полуостров Камчатка. Этот счет не закрыт. Мы еще не рассчитались с ними по этому счету. В целом же, по мнению бывшего главы КНР, Россия должна вернуть Китаю более полутора миллионов квадратных километров земель. В 2014 году, во время визита в ФРГ главы КНР Си Цзиньпина, канцлер Ангела Меркель сделала ему необычный подарок – первую точную карту Китая, изготовленную в Германии в 1735 году. На этой карте отражено, что значительные территории тогдашнего Китая – Дальний Восток, Уренхайский край – это Тыва, существенная часть Сибири и Южно-Китайское море со всеми островами – в современной истории являются территориями Российской Федерации. Какой в Китае поднялся шум? Этот подарок фрау Меркель – красноречивее 100 тысяч слов. На примере Крыма сама Россия преподала хороший урок, как нужно отстаивать свои территории. Эта карта, которую нам подарили немцы, без лишних слов говорит о том, кто наш настоящий враг. Немцы нам прямо сказали, что из всех стран Россия забрала больше всего наших земель. Русские с китайцем – братья навек. Территориальные претензии Китая к России – это не столько слова и декларации, сколько тщательно продуманная стратегия, основой которой является метод отложенного спора. В чем состоит этот метод? Споры относительно границ и территорий выводятся за рамки двусторонних международных отношений, после чего Китаю следует дождаться, пока созреют условия для решения проблемы, на приемлемых для Китая, а проще говоря, на китайских условиях. И такой подход срабатывает. За последние 30 лет Россия отдала Китаю столько территорий, сколько Китай не смог получить за предыдущие 150 лет. Как предупреждал еще в начале прошлого века военный министр царской России Владимир Сухомлийнов, «Любые уступки и колебания с нашей стороны, как свидетельствовал опыт, понимаются китайцами как проявление слабости и поощряют их к дальнейшим требованиям». «Не будет северных интересов, если вы будете сильными». «Скоро захватим вашу Сибирь». «Гадство природы, широкий край». «Все загребет Китай». Нынешняя стратегия китайской территориальной экспансии на Россию реализуется по трем направлениям. Первый. КНР получает российские территории в результате демаркации границ как залог дальнейшего укрепления российско-китайского стратегического партнерства, как безвозмездные подарки от предупредительной Москвы. Так, 15 октября 2004 года в Пекине Путин подписал дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на его восточной части, согласно которому КНР добровольно передаются острова Тарабаров, части Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае и остров Большой в Читинской области. Все эти острова имели стратегическое значение для русского государства. Например, на Большом Уссурийском был размещен Большой Укрепрайон и пограничная застава. Второе. Долгосрочная официальная аренда русских территорий. К концу 2020 года Китай уже получил в аренду не менее 5 миллионов гектаров российских земель со сроком аренды от 49 до 70 лет. При этом никто в Кремле не задает таких вопросов, а что будет с этими русскими землями через 50 и 70 лет? А что произойдет с РФ в то время? Может, через 70 лет и некому уже будет возвращать эти территории? И вообще, захочет ли Китай возвращать их? А какую территорию они хотят забрать? Сибирь. Ну и в чем проблема? Пускай забирают. А, пускай забирают. Власти Забайкальского края передали в аренду Китаю на 49 лет более 300 тысяч гектаров только сельскохозяйственных земель. В течение двух десятилетий продолжается активная вырубка лесов в Забайкальском крае, Приморье, Иркутской области. А в Амурской области под вырубку отдано более половины регионального лесного фонда. Между тем, еще в 1998 году правительство КНР полностью запретило коммерческую вырубку леса на своей территории. Эта программа защиты китайских лесов называется «Большая зеленая стена». Основную часть требуемой древесины китайцы закупают у России. Китайцы – варвары, вырубают все и скоро оставят от нашего леса пустыню. Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания. Более того, более 80% идущего в Китай российского леса – краденого. Чита, Иркутск – здесь расположены самые крупные нелегальные рынки древесины. Согласно официально неафишированному постановлению Госсовета КНР о мерах по дальнейшей стабилизации проблемы занятости и распределения трудовых ресурсов, основные усилия Китая должны быть направлены на расширение экспорта рабочей силы из северо-восточного Китая в малозаселенные сельскохозяйственные районы России, прилегающие к государственной границе. При этом власти Китая уделяют большое значение созданию компактных мест проживания граждан Китая. Поэтому власти краев и областей России, прилегающих к территории Китая, просто выполняют постановление Госсовета КНР. В результате в еврейской автономной области вся земля изрезана на клочки и большую часть территории области контролируют. Предположительно, французская армия будет консультировать и дообучать украинских летчиков на F-16. Встреча с главой Пентагона Остином, который подтвердил, что эскалации с Россией быть. США не передумают и продолжат наносить удары своим оружием по России. ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Предположительно, французская армия будет консультировать и дообучать украинских летчиков на F-16. Глав лошадь МИД РФ Лавров получил от президента Буркино-Фасо Орден Жеребца. Издание «Московский комсомолец» сообщило, что Сергей Лавров в ходе официального визита в Буркино-Фасо удостоился высшей награды страны Ордена Жеребца. Эту награду вручают за выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе. Отметим, что в Буркино-Фасо нет законной власти. Там правит хунта, которая свергла президента, пообещала выборы, а потом решила их не проводить. Причем президент Кабаре, которого свергла нынешняя хунта, был единственным за всю историю страны, демократически избранным главой государства. До него там тоже правили исключительно диктаторы, совершавшие перевороты. Даже главари африканской военной хунты троллят скрипоносцев. Это Россия! В эти дни в Петербурге проходит Международный экономический форум. Раньше это было действительно важное и крупное событие. Главы разных государств обменивались опытом, изобретениями, заключали сотни соглашений и договоров. Но после начала войны развитые страны отказались участвовать в путинском празднике. И из гостей в этом году только беднейшие диктаторские режимы. Делегации из Боливии, Омана, Зимбабве и, конечно же, террористы из Талибана. Итак, чем же радует зрителей в этом году форум? Вот робот-коммунальщик Евгений рассказывает анекдот про москвичей. Хотите анекдот? Хреные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье. Ах-ха! АвтоВАЗ представил новые автомобили «Ладу Искра», из чьих деталей сделан этот шедевр, не рассказали. И еще одно изобретение, представленное на форуме – родословное древо Путина. Как выяснилось, род Путиных берет свое начало от бесфамильного Никиты из Тверской области. Что примечательно, ни жены Путина, ни его дочерей на этом древе нет. Зато они активно принимают участие в самом форуме в качестве выступающих. Катерина Тихонова расскажет о роли оборонно-промышленного комплекса в развитии технологического суверенитета страны, а Мария Воронцова участвует в сессии по биотехнологиям. А вот еще один красивый стенд от Белгородской области стоимостью 13 миллионов рублей. Пока на восстановление региона после обстрелов не хватает денег, гости на форуме дегустируют клубнику. Стенд должен показать гостям привлекательность региона и убедить их инвестировать в область. Безопаснее места для инвестиций, конечно, не найдешь. На спортивные хобби Рамзана Кадырова в 2023 году бюджет Чечни потратил около 6 миллиардов рублей. Почти 5 миллиардов было потрачено на конно-спортивный клуб «Ахмат». 650 миллионов было выделено футбольному клубу «Ахмат» и 100 миллионов бойцовскому клубу. Как вы уже догадались, он тоже называется «Ахмат». Эти данные подсчитала верстка. 6 миллиардов – это много или мало? Например, это больше, чем все расходы региона на здравоохранение за этот же год. Мне кажется, тут комментарии излишни. В Красноярском крае заключенные будут строить беседку с камином в резиденции губернатора. Она расположена в элитном поселке Сосны. Заказчиком выступает управделами губернатора, а исполнителем работ – ИК-17. Эта колония известна своими пытками. О них рассказывали бывшие заключенные и даже появлялись видео в сети. В таких условиях труд заключенных не назовешь иначе, как рабским. Но, разумеется, это не останавливает единоросса Михаила Катюкова. Псковский губернатор Михаил Ведерников отказался назвать адреса бомбоубежищ, потому что это якобы секретная информация. Обращения стали поступать после того, как регион был атакован дронами. Депутат от «Яблока» Артур Гайдук направил губернатору обращение и получил вот такой ответ. В партии слишком много иноагентов, и поэтому ответа по существу не будет, иначе это будет использовано врагами России в военных целях. И, кажется, губернатор совсем не думает, что в случае опасности и убежища нужны в первую очередь для безопасности жителей Псковской области. И этим жителям неплохо бы знать, куда бежать. И еще одна сумасшедшая новость из Псковской области. Там глава фракции единороссов Армен Манацаканян заявил, что в области сидят враги, и нужно их всех убивать. Потому что, еще раз говорю, мы живем непростое время, и, как Михаил говорил, и мы говорим, и наш президент, только делами мы будем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное. Вообще, этот поиск иноагентов и врагов доходит до абсурда. В Воронеже иноагентом объявили японского писателя Юкоя Миссиму. Правда, сделал это пока не Минюст, а книжный магазин. Там мне книги писателя нанесли соответствующие пометки. Их не смутило ни что Миссима японец, ни что он умер 54 года назад. Возможно, повод для маркировки – то, что книги переводил Борис Акунин, которого в российские власти объявили иноагентом, и террористом. Что не менее абсурдное, чем маркировка книг японского писателя. Священник Игорь Сельченков нашел способ быстро закончить войну и избежать ядерного апокалипсиса. Оказывается, нужно дружно всем покаяться и помолиться Владимирской иконе Божьей Матери. Чтобы победить в этой гражданской войне, и чтобы не было ядерного апокалипсиса в нашем поколении, надо просто нам всем покаяться. Хотя это не просто, это сложно. Надо вернуться в церковь. Другого варианта нет. Но вообще-то есть другой вариант. Например, вывезти войска с оккупированных территорий, вернуть мобилизованных солдат их семьям, перестать угрожать всем подряд и размахивать ядерным оружием. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м. Это попытка ее прекратить. Шесть месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За шесть месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БС «Прикосновения», а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги… Официально Байден дал согласие встрече с главой Пентагона Остином, который подтвердил, что эскалации с Россией быть. США не передумают и продолжат наносить удары своим оружием по России. Противник понимает, насколько важно ему удерживать час Афьяр, поэтому будет цепляться за него, скажем так, до упора. Какого-то блицкрига ждать здесь не следует. Будет идти долгая боевая работа, проламывание укрепов, медленная. Субтитры создавал DimaTorzok